Сегодня мы с вами будем обсуждать компанию Apple, их устройства, эти прекрасные девайсы, гаджеты, все то, что они нам дарят, эту всю магию. И я вам кое-что немножко объясню, может быть изменю ваше мнение, поэтому смотрите видео до конца, для меня это важно. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Смотрите друзья, компания Apple совсем недавно нам представила новые устройства, там iPhone 13, iPhone 13 mini, Pro версию, Pro Max, iPad mini и так далее. Вот это все круто, классно, все новое, новые iOS, новые системы и так далее, это все хорошо. Но давайте начнем по порядку, начнем с новых устройств. Если у вас сейчас допустим iPhone XR или iPhone 11 или 12, допустим как у меня, какой смысл покупать iPhone 13? Просто напишите мне в комментариях с этого момента, какой смысл его покупать, потому что он новый, потому что там новый процессор, или там что-то, какую-то одну фишечку добавили, там фишечек по сути никаких, там чуть-чуть сузили челочку, но она чуть-чуть больше стала, то есть по высоте. 120 герц добавили, убогие, то эти 120 герц уже 4 или 5 лет, там Android user, я не знаю, там ничего таких фишек нету. Просто напишите мне в комментариях, какая бы была у вас цель, если у вас iPhone 11 или 12, почему бы вы перешли на iPhone 13? Следующий момент, если вы человек необеспеченный, скажем, у вас нету автомобиля, там вы ездите на маршрутке, зачем вы влазите в кредиты, покупая эти новые устройства, там iPhone 11 даже, пускай не такие новые, но и не такие они старые. Зачем? Если у вас есть какие-то свободных 5000, купите что-нибудь себе за 5000, там iPhone 7, 8, новый там или поддержанный, там, я не знаю, iPhone XS или 11, ёлки, народ, зачем влазить в кредиты, зачем заниматься этой ерундой? Я считаю, если человек, там, состоявшийся какой-то, он себе может позволить, там, любой iPhone, а вообще народ, некоторые любят даже iPhone 12 mini, там, маленькие, там, SE или имеет значение, люди любят и такие устройства. Каждый использует по-разному, кто-то чисто звонить, кому-то, там, конечно же, понты колотить. Я, допустим, продал свою камеру и купил себе iPhone 12, вот на который я сейчас снимаю, с вами общаюсь, в принципе, делаю обзоры на прошивке и так далее. То есть, мне она нужна для того, чтобы я воплощал свою работу, по сути, за то, что я получаю деньги. То есть, я вам показываю обзоры и снимаю все, в принципе, ролики, монтирую все видео на этот канал, на другой канал Just Run, по подсказке в описании можете посмотреть. Это всё превращено в работу. Но если вы бедный студент или человек, который работает, впахивает, там, за свои те гроши, и вы реально вылазите в кредиты, хотя можно купить, там, домой холодильник, телевизор, ну, более что-то практичное, нежели чем вы занимаетесь, напишите, если есть такие ребята, обязательно в комментариях, почему именно вы это делаете, для чего и чем вы вообще мотивированы, чтобы так поступать. Для меня это всегда было загадкой. То есть, я считаю так, если у вас есть определенная часть средств на то, что вы можете, там, что-то себе лишнее позволить, я даже не скажу, что это лишнее, это, как бы, очень классное приобретение, но оно того не стоит, если вы влазите в кредиты. Берите iPhone любой, в принципе, iPhone, он классно себя ведёт, но хочу подметить, переходим к прошивкам. Каждая прошивка, новая, последующая, убивает именно смартфон, не в плане того, что он хреновый, нет, в плане того, что он губит производительность и автономность устройства, всегда идёт занижение. Для чего? Это маркетинговый ход. Здесь стоит какая? Вы должны купить устройство, вот оно новое вышло, например, iPhone 13, а вот выйдет iOS 16 или 17 через пару лет, какие они там будут называться, так или не так, не имеет значения. Они будут до этого момента специально занижать вам производительность, чтобы вы думали, что iPhone говно и вам нужно покупать новое, потому что там уже iPhone пойдут на чипе M1 или M2, M3, там вообще не знаю, что они там придумают. Не суть. То есть это маркетинговый ход. Если вы взяли сейчас iPhone 11, там на iOS 13.6, там всё, сидите на ней, не обновляйтесь, там я не стою, я не считаю нужным, что какая-то фишечка, там о, тёмная тема, это класс, о, теперь встроенная камера, там в встроенной камере можно видеть этот онлайн переводчик, будете переводить и текст прям наводял так. Вы можете скачать на любое устройство приложение Google Переводчик или ещё какую-то перевести текст там с фотографией вживую, не имеет значения, то это не такая опция, чтобы за ней гнаться. Потому что любая замануха такая влечёт за тем, что вы обновитесь на систему, погубите автономность, производительность и вы просто будете покупаться на эту удочку, идти дальше, дальше, дальше по всем этим хлебным крошкам компании Apple. И вы всё равно будете вынуждены покупать новое устройство, потому что вы обновились на такую S, а назад вы уже не сможете откатиться, потому что такая у них схема пошла. Это всё маркетинговый ход. Вот моя суть была, чтобы довести эту цель. Покупайте то устройство, на которое у вас хватает денег, не залазьте в кредиты, берите от жизни всё, радуйтесь мелочам. Это всё, конечно же, круто. Напишите своё мнение в комментариях, как вы думаете, согласны вы со мной или не согласны. Мне будет очень приятно с вами пообщаться, я каждому человеку отвечаю. Дальше больше, скоро увидимся.